Приветствую, друзья! С вами Станислав Орехов. Сегодня мы продолжаем тему по упаковке дизайнеров. И сегодня у нас замечательная девушка, это Валерия Свирская, эксперт по коммуникациям, по визуальным коммуникациям, что бы этого ни значило. Сейчас Валерия нам даст некие полезные информации для того, чтобы понять, из чего состоит упаковка, как она делается, визуальная ее часть. И я позадаю какие-то вопросы, Валерия покажет нам не что иное, как некие кейсы. Валерия, какие есть, какие делало ее агентство и для чего это нужно, как это потом используется на практике. Валерия, привет! Привет, привет, Станислав! Спасибо за такое развернутое приветствие и представление. Расскажи, пожалуйста, что у тебя за компания, там кратенько, чем ты занимаешься в основное, и как по дизайну тебя есть, что представить. Я совладелец коммуникационного агентства InShow. Мы занимаемся визуальными коммуникациями для брендов. То есть это упаковка, это дизайн соцсетей, это разработка фирменного стиля, и в дальнейшем также мы работаем с SMM, с сайтами. То есть этот визуал мы не просто создаем, но еще и продвигаем. Собственно, мы специализируемся вообще на любом визуале, который вы только можете себе представить. И мы начали работать три года назад с коммерческими брендами, но понемногу появлялись запросы на личную упаковку. В последний год, наверное, их особенно увеличилось. Поэтому начали делать какие-то небольшие кейсы. Они все очень круто получались. Вот как раз сегодня поговорим, покажу, что можно сделать без денег, с небольшим бюджетом, с очень большим бюджетом. И в чем, собственно, разница. Я обратился тоже вот в агентство и с Валерием, мы познакомились, и мне очень понравился подход. И в том числе мы работаем сейчас над моим фирменным стилем. Я думаю, что скоро мы его уже увидим. Вы увидите, как он работает у нас. Я для себя могу отметить, потому что многие там... Есть две крайности. Я тебе тоже сегодня буду задавать вопросы по этому поводу. Значит, есть дизайнеры и вообще люди, которые думают, что это в последнюю очередь нужно делать, именно визуальное оформление. А кто-то, наоборот, слишком сильно увлекается и начинает работать, ну, с точки зрения сначала там логотип, а потом уже какие-то ценности и какое-то описание. Вот как ты думаешь, да, в какой момент, первый вопрос, да, насколько визуал важен, когда с ним начинать работать, когда уже поздно, либо когда еще рано? Смотри, я, наверное, могу сразу прийти к презентации. Вот и ответ на мой вопрос. Да, вот ответ на твой вопрос. Мы, кстати, не сговаривались. Вот, просто когда мы говорим про упаковку любую, неважно, у вас компания, вы самозанятый человек, вы там эксперт, продвигаете себя, то, как вы выглядите в интернете, это равносильно вашей личной встрече с человеком. В чем особенность интернета? Человек может быть незнаком с вами лично, он вас где-то увидел, услышал, нашел просто по ключевым словам, он заходит, и очень важно, чтобы ему сразу было понятно, кто вы, о чем вы, в какой ценовой категории вы работаете, какие его услуги предлагаете. Если у вас нет этой информации в интернете, либо она какая-то скомканная, если ваши фотографии какие-то не очень качественные, я попозже покажу тоже, что значит хорошие и плохие фотографии, человек, скорее всего, просто захлопнет страницу и забудет о вас навсегда. А если у вас все грамотно сделано, все структурировано, наглядно и визуально хорошо смотрится, то он, скорее всего, к вам обратится, назначит звонок, и у вас будет сделка. При том, что вы для этого практически ничего не сделаете. Правильно я понимаю, что это вот поговорка, что встречают по одежке, то есть первое впечатление, оно очень важно. Провожают, естественно, по уму, но чтобы дойти до следующей части, нужно, чтобы первый эффект был такой сочетание того, что ты представляешь, чтобы оно визуально было качественно оформлено. Смотри, 100%, и в Рунете есть, не знаю, такое, наверное, очень известное выражение в духе «покажи мне свой инстаграм, и я скажу, кто ты», или «покажи мне свои соцсети, и я скажу, кто ты». Поэтому это актуально вообще на все 100%. Отлично, спасибо. Так, дальше. Собственно, я могу рассказать про базовую упаковку. Базовая упаковка – это, наверное, тот необходимый минимум, который вы можете сделать либо самостоятельно, либо обратиться, например, к дизайнеру по нашей инструкции, либо можете заказать у нас. То есть вариантов очень много. Главное, что это такие базовые правила, которые вообще не меняются, независимо от того, чем вы занимаетесь и с какой ценовой категорией вы работаете. То есть это в любом случае какие вещи, стандарты, которые нужно сделать. То есть у вас для того, чтобы было, что выкладывать в соцсети, было, что постить на сайт, у вас должны быть качественные портретные фотографии. Опять же, я немного попозже расскажу, что значит качественные. Без этого, к сожалению, никак. Все-таки какие бы классные у вас не были работы, какие бы, не знаю, потрясающие не были съемки ваших работ, людям очень важно видеть, что за человек стоит за всеми этими работами. И у некоторых людей такая внешность, которая даже вот на уровне первого взгляда вызывает какое-то очень позитивное впечатление и расположение. И вот человеку сразу хочется обратиться, просто потому что подходящая внешность. Ну так что грех, собственно, этим не воспользоваться. Я про внешность. Можно сразу же уточнение? Я буду немножко комментировать, потому что эти вещи я тоже о них рассказываю, в том числе там на наших курсах. Вот эта вот упаковка, она как бы идет от внутренности, и идет уже дальше к описанию. Вот. И внешность – это одно из таких проявлений, что нет как бы некрасивых людей, да? То есть всегда есть как бы ухоженные или там неухоженные. То есть кто о себе заботится или не заботится. Всегда можно нанять еще одного профессионала, это, допустим, стилиста, который приведет вас в порядок, фотографа, кто вас делает, и таким образом уже даже на чувствах, да? То есть человек лучше всего считывает не логотип компании или не как оформлен офис, хотя это тоже важно, а первично мы заточены эволюционно, люди считывают людей. И вот насколько ты открыт, хорошо одет, выглядишь приятен, в плане даже вот фотографии базовой, очень сильно влияет, что доверяю тебе или не доверяю. Сто процентов, Станислав, ты абсолютно прав. Все, идем дальше. Да, переходим ко второму пункту, визуальное единство во всех соцсетях и на сайтах. Что я подразумеваю? Очень часто происходит такая ситуация. Человек ведет Инстаграм, например, в одном стиле, там его фотографии семьи, там его собака, там его фотографии в солнечных очках, и он там, не знаю, полголый на пляже. А в Фейсбуке у него какая-нибудь суперфотошопленная фотография, где он там в костюме, весь такой очень серьезный. У него в Телеграме, например, вообще может не быть аватарки, там написано «Ваня Иванов», и тоже не совсем понятно, что это за человек и о чем, да? То есть если человека найдут отдельно в Телеграме, отдельно в Инстаграме, отдельно в Фейсбуке, то как бы никогда в жизни не сопоставить, что это одна и та же личность, а на сайте у него может быть что-то вообще там четвертое, какой-нибудь черный стиль с золотыми вензелями, которые ему там сделали на какой-то бирже фрилансеров. Вот, и все эти штуки, они вызывают, ну, как минимум, недоумение, вот, а как максимум, да, какие-то вопросы на тему того, что если человек-эксперт, он себя продвигает, почему он настолько небрежно относится к своему, ну, грубо говоря, к своему визуальному такому портфолио, да, потому что наши соцсети, они уже перестали быть просто нашими там личными бложиками и личными альбомами, во всяком случае, если вы занимаетесь бизнесом, если вы хотите развиваться и зарабатывать деньги, ну, а не просто, не знаю, делать вид, да, что вы развиваетесь и зарабатываете деньги, вот. То есть, как бы, есть очень такая тонкая грань между быть и казаться. Вот, и когда ваши соцсети там и ваш сайт наполнены, ну, примерно одинаковым контентом, под одинаковым я не имею в виду, что его нужно дублировать, я имею в виду, что должно быть единство цветов, единство стилей, да, то есть это очень странно, если вы в Инстаграме выкладываете фото в трусах, а в Пейсбуке вы весь такой чопорный, там, в рубашечке, которая вот застегнута прям под подбородок. То есть, люди это не считывают, они видят в этом подвох, несоответствие, да, и, скорее всего, не обратятся к такому человеку. Вот, я немножечко, ну, там, потом, да, на следующих слайдах покажу, из каких элементов складывается это единство, вот, но базовое это, наверное, цвета и шрифты, которые как раз идут в третьем пункте, ну, или хотя бы цвета, да, то есть можно не заморачиваться шрифтами, но хотя бы, чтобы у вас были везде цвета плюс-минус одинаковые, вот, и выдержана, опять же, плюс-минус какая-то понятная стилистика. Вот, и, опять же, тексты себе, описание услуг, мы не будем говорить сегодня о тексте, но это тоже очень важно, потому что если у вас, например, очень красивый сайт или очень красивый Инстаграм, но в шапке профиля в Инстаграме ничего не понятно, на сайте тоже комок спутанных мыслей, ну, скорее всего, это тоже не приведет к хорошему результату. Человек увидит, что да, это красиво, это классно, но что ему с этим делать будет не совсем понятно. У меня вопрос. Да, давай. Смотри, ты сказал интересную мысль, что во всех социальных сетях единство оформления. Вот у меня такой вот немножко, ну, может быть, камерзный вопрос с подвохом. Смотри, а если у меня разные соцсети, получается, для разной аудитории, то есть либо ты думаешь, что каждый человек, он ходит по всем соцсетям автора и сравнивает, так, там он в галстуке, тут он с собакой, то есть может ли быть такое, что каждую соцсеть используется там для каких-то целей, да, собственных, либо все-таки ты рекомендуешь везде единство придерживаться, как ты сказала, потому что я видел разные ситуации, то есть как раз-таки для разных соцсетей использовали разные условно аватары, то есть там в Инстаграме более личная какая-то история, в Фейсбуке там более официальная, там где-нибудь еще, там еще какая-то, да, естественно, без того, чтобы переборщить, да, там без вдавания, да, в какие-нибудь там уже интимные подробности, да, но в целом как бы они могут быть разные, либо все-таки ты рекомендуешь одинаковые делать. Смотри, хороший вопрос, наверное, мне нужно немножко конкретизировать свою мысль. Если вы в этих соцсетях планируете продавать, да, а не просто как бы хранить их как личные блоги, то тогда там должно быть какое-то минимальное хотя бы единство. Опять же, на примере там кейсов, которые я немножко попозже покажу, вы увидите, что визуальное единство это не значит как бы одинаково, да, то есть там могут быть разные камеры, там могут быть разные фотографии на аватаре, вот, но это может быть там в рамках одной цветовой палитры, но опять же, как правильно сказал, без перекосов и без перегибов, вот, потому что я все равно немножечко слабо себе представляю, если человек, не знаю, в Фейсбуке какой-нибудь серийный предприниматель, а в Инстаграме он секс-блогер. Ну, возможно, есть такие примеры, но, наверное, это скорее исключение, а мы говорим, ну, наверное, о каких-то более общих примерах, да, которые подойдут большинству людей. Естественно, бывают, ну, различные ситуации, да, но, как бы, если у вас и Фейсбук, например, и Телеграм, и Инстаграм, там, и ВКонтакте заточены на продаже одной и той же услуги, вот, пусть, ну, там, схожих услуг, да, например, там, в одной сфере или в одной, там, там, нише, там, пусть даже на немножко на разную целевую аудиторию, вот, но все равно, там, должно быть что-то общее, и должно быть понятно, чем занимается человек, и, как бы, его уровень не должен как-то, ну, как-то очень сильно скакать от сети к сети, да, то есть, там, если он в Фейсбуке, там, только на каких-то пафсных конференциях в костюме, вот, в Инстаграме, окей, там, может быть, и более личный контент в том числе, вот, ну, просто без сильных пригибов. Отлично. Я заулыбался, потому что ты сказал, серийный предприниматель в Фейсбуке, я подумал, в Фейсбуке предприниматель, а в Инстаграме магия к серийной. Понятно? Супер. Идем дальше. Так, идем дальше. Так, теперь давайте немножечко буквально поговорим о фотоконтенте, который работает на человека и который работает против человека. Просто, чтобы, там, не возникало вопросов, да, что значит хорошие фотки, а что значит плохие, почему? Это пример, кстати, реальный. Вот те фотографии, которые я здесь использую, это вот какие-то реальные кейсы, которые просто, ну, можно показывать. Работали с девушкой, тоже дизайнер, ну, планировали сделать сайт, да, работали, но работа не свершилась, именно потому что планировали сделать сайт, и на момент отбора фотографий мы поняли, что просто у человека нет фотоконтента. Вот, ну, то есть, более того, человек был уверен, что у него много фотографий. Она прислала папку, там действительно порядка 60 разнообразных фотографий, но они все вот плюс-минус такого качества, как вы видите на экране. То есть, либо это какие-то размытые селфи на айфон, где непонятно, чем занимается человек, и большую часть экрана, вот как слева мы видим, это какая-то или зеленая трава, или какие-то кусты. Ну, то есть, как бы максимальная личная фотка, которую можно там отправить друзьям, да, или, наверное, выложить в своем там личном закрытом аккаунте, но это явно не та фотография, которая будет располагать клиента на серьезную покупку. Справа, окей, это уже фотография на зеркальную камеру. Здесь ничего особо не пикселить, не расплывается, но, опять же, огромное количество предметов на фоне. Это называется шумный фон, то есть, там и ветка, и книжки, и какая-то каменная кладка, и какой-то стул, и очень бросает в глаза грязный пол, и девушка почему-то в очках, в носках. Вот, ну, то есть, это все тоже, ну, как бы вызывает ассоциации с какой-то личной фотографией, там, максимум для смейного архива, но на сайт это размещать, конечно же, нельзя, ну, потому что совершенно непонятно, что из себя представляет человек, вот, и почему он как бы так выглядит, почему именно в таких ситуациях, вот, то есть, такой контент будет работать против вас. То есть, можно подытожить, да, это пиксельные некачественные фотографии, сделанные дрожащей рукой или там на какой-то очень старый смартфон, фотографии с каким-то очень шумным, отвлекающим фоном, яркая зеленая трава, какие-то пустые деревья, пляжи, там, просто куча, там, свалка, да, предметов на заднем плане, ну, и опять же, влияет очень внешний вид человека, да, то есть, девушка видно, что симпатично ухоженная, но слева у нее на голове очки, тут торчит бантик синий, футболка желтая, это все на зеленом фоне, то есть, огромное количество каких-то цветов и вспышек, глаз теряется, очень сложно сконцентрироваться, сосредоточиться справа, тут тоже и шарф, и носки, и ты не понимаешь, почему она в носках, вот, ну, в общем, такая очень сомнительная история, если говорить о фотоконтенте, который у вас продает, который работает на вас, это вот должно быть что-нибудь подобное, то есть, съемка, не обязательно студийная, то есть, она может быть в интерьере, хорошие портреты, хорошая ретушь, одежда тоже, которая соответствует там тому, как бы тому уровню, да, на который человек хочет равняться, опять же, не обязательно стоять на однотонном фоне, там, в пиджете или в рубашке, может быть, у вас там более расслабленный стиль, не знаю, вы там любите черные футболки, вот я обожаю черные футболки, да, я всегда в них хожу, вот, это может быть, не знаю, там, водолазка или блузка или лаконичное платье, или, может быть, не лаконичное, да, опять же, в зависимости от вашей стилистики, может быть, вы какой-то очень такой яркий, авангардный человек, вы любите там красные, зеленые, яркие цвета, это абсолютно нормально, да, просто сделайте так, ну, возможно, самостоятельно поначалу не получится, но, как бы, можно организовать там небольшую фотосессию, там, или заказать, или там, вписаться в фотодни, там, очень многие компании проводят фотодни, многие фотостудии проводят фотодни, когда можно там, а-ля, за час, за два, получить кучу портретных фотографий, просто приволочь туда два чемодана своих вещей, тебе прям там на площадке помогут выбрать, там, один-два образа, визажист, там, быстро замажет тебе все прыщи, вот, какие-то не очень приятные вещи, и потом фотограф-то все отретуширует, отреставрирует, вот, так что будет хорошая фотография для сайта, их, ну, может даже не быть много, там, сделайте один хороший портрет, который будете везде использовать для старта, хотя бы так. Опять же, если вы нацелены много, долго и качественно вести ваши социальные сети, мы советуем, конечно, организовывать фотосъемки хотя бы раз в квартал, это выглядит примерно следующим образом, так, вот, этот слайд, что мы предлагаем клиентам, ну, как бы, я думаю, что так работаем не только мы, вот, то есть суть в том, что человек приезжает в интерьерную студию, интерьерная студия – это студия, где есть разнообразные локации, это может быть и кабинет, и какая-то имитация кофейни, и имитация, там, какой-то зоны отдыха или лаунджа, и, там, имитация другого кабинета, ну, то есть там очень много зон, человек привозит с собой много вещей, иногда мы отсматриваем вместе со стилистом вещи заранее, говорим человеку, какие привозить луки, иногда стилист сам подбирает образы для человека, ну, иногда он просто, как бы, сваливает все вещи, там, кучу, в чемоданы, да, и привозит на площадку. Дальше мы распределяем, там, в какой зоне мы хотим делать какие кадры, там, в каких образах, и так, за 3-4 часа фотосессии у человека получаются фотографии на 2-3 месяца постинга. Вот, можно комбинировать такие красивые студийные фотографии с фотографиями ваших работ, вот, и у вас будут потрясающие, супер, вообще стильные, дорогие соцсети и бесконечное количество контента, то есть, как бы, услуги по упаковке зашли уже так далеко, то есть, мы нашим клиентам предлагаем даже выстраивать ленту, там, в Инстаграме, а человек просто пишет потом тексты под всю эту красивую гармоничную картинку. То есть, вариантов, как видите, очень много, и, опять же, можно и самостоятельно, там, реализовывать, либо можно вписываться, там, в какие-то, опять же, фото-дни, либо можно, там, заказывать у агентства, то есть, все зависит только от вашего бюджета и желания. Так, Станислав, скажи, у тебя есть какие-то вопросы по фотографиям, потому что мы... Да, давай я тебе скажу, то есть, это вот, мне очень нравится идея с тем, что можно приехать к стилисту, к фотографу, допустим, если я, там, никогда не фотографировался, ну, как мне вот сейчас начать, да, вот это все делать, вообще непонятные истории, вообще я занят все время, занимаюсь, там, либо дизайном, либо своей какой-то темой, а тут такая идея, что ты берешь несколько локаций, да, в фотостудиях, либо на улице, да, когда можно, и берешь фотографа, там, на целый день, либо на полдня, меняешь локации, меняешь одежду, у тебя контент, там, на 2-3 месяца готов. Вот это очень круто, мне эта тема очень нравится и, ну, здорово. Также, я думаю, что дополнительно сюда же сразу рекомендация, кто будет что делать. Если вы едете куда-то отдыхать, да, всегда есть возможность, ну, вряд ли кто-то один ездит, да, то есть можно пройти какие-то базовые курсы, там, фотографа, ну, брать с собой небольшой либо телефон, да, его можно, естественно, либо какую-то небольшую камеру и давать, там, человеку, который вас сопровождает, немножко, чтобы базово научить фотографировать. И чуть-чуть также базово научиться, наверное, позировать еще важно, потому что не всегда есть возможность нормальной человеку, если он не модель, да, как это сделать. То есть вы как-то рекомендуете или это стилист это делает? Смотри, я, во-первых, немножко дополню твою первую мысль по поводу отдыха или, там, даже выхода на прогулку. Вам не обязательно нужен какой-то человек рядом с вами, вы можете купить штатив для телефона. Они стоят, ну, вот, я не знаю, минимальных этих-то денег, там, буквально от 600 рублей, возможно, и даже дешевле. Заходите вот просто в Яндекс, там, вбивайте. Ладно, штатив мы научимся покупать. Да, да, я думаю, что не будет проблем. Вот, а по поводу поза, тут все еще проще. Во-первых, есть на Ютубе огромное количество видео от моделей, они так и называются, там, типа, позируем для Инстаграма или позируем для соцсетей, где, как девушки, так и парни, они прям показывают, там, как лучше стать, куда лучше вытянуть руку, ногу. А можно еще проще сделать. Есть приложение для смартфонов. Я не уверена по поводу Андроида, потому что у меня iPhone, ну, для iPhone точно их очень много, где, как работает приложение, да, ты его загружаешь, открываешь, и там прям появляется силуэт, в который тебе надо вписаться. То есть ты вставляешь телефон в штатив, переключаешь на фронтальную камеру, немного отходишь и прям вот, типа, ставишь так руки, ноги, так вытягиваешься, изгибаешься, как у тебя показано контурами на экране смартфона. И просто нажимаешь автоспуск, и у тебя получается классная фотка. Отлично. То есть, если либо продвинутый уровень с фотографом на фото дне, где вам сделает и стилист, и фотограф, все остальное, либо вот самостоятельно готовим материал, складываем в папочку. Важно, чтобы материал был, насколько я понимаю, подготовлен, ну, в соответствии с рекомендациями графического оформителя, и чтобы потом это все можно было в ленту использовать. Да, да, 100% нюансов на самом деле очень много по съемке. Если говорить о каких-то базовых, то, конечно же, съемка при дневном освещении, то есть там не, там, желательно после рассвета или перед закадом, то есть не когда солнце такое очень яркое и контрастное, потому что будут некрасивые тени, либо же, если будет слишком темно, будут такие шумные тоже некрасивые фотографии, и старайтесь, чтобы у вас фон был либо каким-то нейтральным, ну, то есть вот здесь вы видите, да, человек там на фоне стены, и там максимум несколько каких-то предметов, либо какая-то понятная композиция из предметов, вот, либо пусть у вас на фоне будет что-нибудь, чтобы ассоциировалось там с вашей работой, вот, то есть раз уж мы говорим не просто, да, о съемках, а о каком-то экспертном контенте, то есть если вы там стоите на фоне квартиры, которая, ну, где вы только что закончили ремонт, это вот классно, это замечательно, если там вы точно так же станете, не знаю, на фоне поля с ромашками, ну, это уже будет немного бесполезно именно для коммерческого продвижения. Сразу же дам рекомендации, советы для уважаемых поставщиков, партнеров, многие наделали шоурумы, классные, действительно, качественные, там, по мягкой мебели, по материалам, еще почему-то, то есть можно, я думаю, что любой поставщик вполне может оплатить работу фотографа, стилиста, визажиста и пригласите, потому что многие говорят, вот давайте мы на фуршет приходить дизайнерам, зачем на фуршет, приводите на фото день, вот эта фишка, которая позволит привезти, там, не знаю, 50 человек, и на выходе у вас будет упакованное такое портфолио, то есть вам будет внимание и вечное уважение и почет от дизайнера, потому что он эти фоточки будут использовать на своем сайте, а у вас будет, получается, 50 лояльных дизайнеров, покупателей, которые впоследствии воспользуются услугами. Мы так делаем постоянно на дизайн-конференции, у нас, конечно, мы не поставщики, но у нас есть события, на этом событии мы приглашаем профессиональных фотографов, платим им деньги, ну, там, немаленькие деньги за два дня, серьезно, несколько десятков тысяч, почти сотни, вот, и за это мы получаем, там, 2000 фотографий, потом вам, уважаемые наши коллеги, друзья, вы можете ваши фотографии смотреть в социальных сетях и растаскивать тоже их, как я был, как вы были на мероприятии, поэтому вот поставщикам такая рекомендация, а дизайнерам тоже придумывайте, собирайте по 10 человек, можете тоже в складчину как-то оплатить работу экспертов, либо давайте такие идеи поставщикам, то есть в салонах качественно оформленных можно как локацию тоже использовать. Да, это офигенная идея. Мы так собираем, кстати, в Израиле на фото дни по LinkedIn, вот, у нас есть клиентка Working, и тоже есть такая идея, узнали, что всем не хватает хороших фотографий для LinkedIn, и вот так мы собрали потенциальных клиентов. Классно, ну вот, отличная идея, супер, если кто-то нас слушает, может применять. Идем дальше. Так, теперь давайте поговорим непосредственно о базовой упаковке, то есть как в реализации это происходит. Давайте берем на кейсе. К нам обратилась девушка Татьяна, Татьяне 24 года, она только закончила архитектурный вуз, и у нее там есть пару кейсов. Вот, то есть вот молодая девушка особенно, ну, как бы есть пару работ, да, но в принципе так она без опыта, фотографии в соцсетях, ну, примерно такие, да, то есть можете сразу подумать, вот, если вы хотите заказать ремонт, может быть, даже там не какой-то непремиальный, не очень дорогой, но какой-то базовый, просто хороший, вы тут переживаете, это же ваша квартира, вот захотите ли вы обратиться вот к Татьяне вот в том виде, в котором она сейчас есть. Давай, у меня вот первая ассоциация, что фрилансер на лужайке, вот, вот, недорогой дешевый специалист, даже если у нее есть работа, то есть немножко дешевит тем, что вот я вышла на лужайку и сфотографировалась, то есть, соответственно, чей ценник, мне кажется, ниже будет, чем нужно. Ну, да, и опять же, да, здесь надо даже выглядеть, мне кажется, младше своих 24 лет, я знаю вот по личному опыту, что у мужчин часто бывает такое предвзятое отношение к девушкам, особенно молодым, особенно которые выглядят там младше, да, потому что я там старше Татьяны, но очень часто там думают, что я там тоже, не знаю, 18, учусь в УЗИ и так далее. В общем, ситуация довольно-таки типичная, есть Татьяна, прекрасная, очень симпатичная, но вот в ее инстаграме она выглядела вот так, сайта у нее не было, чтобы как-то показать свое портфолио и понять, что она там не просто выпускница, там тот же фейсбук, ютуб, она тоже как бы особо не вела, поэтому клиент, если ее находил, то сталкивался со шляпкой, лужайкой и, ну, наверное, уходил, да, потому что мы не знаем, у нее там всего два или три реализованных кейса. Что мы сделали, да, то есть был запрос на то, чтобы стать более серьезной, чтобы вызывать доверие у аудитории, чтобы продавать свои услуги дороже. Давайте посмотрим, насколько получилось, не получилось, вот прям как раз, мне кажется, будет интересно посмотреть потом на комментарии к этому ролику. По объему работ. Мы подобрали цвета, мы оформили соцсети в едином стиле, там сделали аватары, сделали обложки, сделали highlights, мы разработали небольшой сайт, да, и все это, как бы то, что мы сделали, да, мы в итоге заверстали в бренд-бук. Теперь подробнее. Ну, во-первых, посмотрите, как изменилась Татьяна, там одна и та же Татьяна, одного и того же возраста, да, ну, просто уже не налужаете, а в профессиональной студии, в одежде, которая, ну, тоже как бы не девочка-студентка, да, вот немножечко посерьезнее, то есть тут и водолазка, и строгая юбка, вот. А здесь вы можете увидеть как раз примеры одной из ее работы, то есть такие немного серовато-охровые, наверное, цвета. Татьяна тоже выбирает такие вот либо сероватые, либо вот немного охровые цвета. Собственно, мы поэтому, посмотрев на ее портфолио, на ее одежду и на результат фотосъемки, мы определились вот с такой палитрой, которую вы сейчас видите на экране, потому что она очень классно коррелировала как с ее внешностью, так с ее работами, и, собственно, такая немножко темная, приглушенная, с натуральными цветами, она помогает сделать образ немножечко взрослее и серьезнее. Вот, поэтому если вот, кстати, первая рекомендация, да, если у вас, например, какая-то очень миловидная внешность, и его выглядеть очень молодо, вы можете использовать вот немного приглашенные там цвета там, в том числе с какими-то темными оттенками, чтобы выглядеть там более внушительно. Ну, если вы, как по вам видно, что взрослый человек, да, и у вас там есть хорошее портфолио, тогда вы можете экспериментировать и с яркими цветами, и с какими-то пастельными там на ваше усмотрение. Очень здорово. Давай я комментарий небольшой дам. Мне здесь очень понравилось, во-первых, вообще небо и земля, то есть я эту презентацию не видел, как ту работу я видел первый раз, фотографию, так и эту. Конечно, совершенно... А, да, вот эту вот я видел, а вот эту фотку не видел. Верни, пожалуйста, назад, я еще прокомментирую, очень важный момент. Сейчас презентация живет немного в своей жизни. Ага. Смотри, еще на что хочу обратить внимание, ну вот дизайн классный на самом деле, да, работа выполненная такая, как архитектурный стиль называется, можно сказать. В общем, хорошо. И что мне еще понравилось, вот обратите внимание на такой эффект, что я так понимаю, девушка, так как только занимается еще дизайном, у нее еще нет никаких публикаций, но по ощущениям, что она держит в руках журнал, есть ощущение, что это публикация ее журнала, и там есть ее публикация. То есть вроде как никому ничего не сказал, но ощущение создается, что опытный дизайнер не потому, что там есть у нее в руках журнала, а кажется, что, допустим, типа у нее работы там опубликованы. Вот такой вот эффект я на себе поймал, и я думаю, что эта тема, она неосознанно тоже работает. Также можно, наверное, с книгой, но с журналом лучше, мне кажется, журналы привыкли. Прям как это работает. Да, я с тобой согласна. Мы, кстати, не думали о таком эффекте, вот интересно, что ты его подметил. То есть явно опыт, то есть то, что журнал есть, и там и позы, и взгляд, и все остальное, говорит, что да, я опытный дизайнер. И вот такому дизайне уже можно деньги платить точно. То есть ты смотришь, да, верю, готов платить. Сколько скажете? Да, давайте посмотрим дальше. Инстаграм Татьяна, то есть тут тоже, видите, аватарка, то есть тут такое то же самое сочетание серый с таким, не знаю, охрово-рыжего-коричневым. Тоже профессиональная фотография. Тут, конечно, закрытая поза, может быть, не всем нравятся закрытые позы, да, но в любом случае это в разы лучше, чем там селфи на лужайке. А не нужно лицо на всю аватарку? Вот именно почему такой выбор был сделан, что в пол? Конечно, не обязательно, не обязательно, это очень зависит от, я даже не знаю, наверное, это вкусовщина, да, окей, это момент вкусовщины. Можно не ставить прям лицо крупно, можно поставить там по пояс себя, да, то есть тут нет, наверное, какой-то четкой рекомендации, как лучше, там, портрет или по пояс, а здесь, мне просто кажется, была удачная фотография, вот обрезать здесь руки было бы, ну, не очень правильно, вот конкретно в контексте этой фотографии. А у нас всего получилось фотографии не так много с Татьяной, вот, поэтому, чтобы везде не стояла просто одна фотка, решили поставить вот такую. Также обратите внимание, разработали Highlights, Highlights, если кто-то не знает, это в Инстаграме сохраненный альбом фотографий, их все называют актуальное, да, под те рубрики, которые Татьяна там решила освещать в своем Инстаграме, сделаны такие вот иконки тоже в едином стиле, которые очень гармонично сочетаются, как бы, ну, и с ее внешностью, и с ее фотографиями, с ее работами. Также помогли выстроить ленту в ленте, ну, это пока что нереализованный проект, да, мы его вот только недавно закончили, если вы прямо сейчас перейдете на аккаунт Татьяны, там пока еще все плохо. Вот, это как бы то, что она должна реализовать в ближайшие пару недель. Тоже из ее работы они все такие охрово-немного серо-рыженькие выстроили гармоничную ленту, помогли разработать вот такой вот графический шаблон, который можно использовать тоже, опять же, для того, чтобы рассказывать о своих рубриках. Описание аккаунта Татьяна сделала сама, вот, на мой взгляд, довольно-таки удачно, вот, она рассказала о своих услугах, о том, что у нее есть там YouTube-канал, который она там недавно завела, вот, ну, опять же, можно улучшать, да, но мы пока что говорим, во всех случаях сегодня только про визуальную упаковку. Станислав, скажи, у тебя есть вопросы по Instagram или можем перейти? Да, смотри, у меня вот вопрос по хайлайтам, да, вот, по этим. Их оформляют в виде, ну, неких иконочек, вот. Не кажется ли, что тут, ну, немножко суховато получается, то есть, именно иконки, ну, а не фотографии, то есть, не лучше ли здесь делать именно фотографии там проектов, либо фотографии какие-то уже, ну, более цветные? То есть, это целенаправленно делается, упрощенный какой-то вид, типа меню на сайте? Какая-то такая идея, да? Расскажи, как это работает просто, чтобы было понимание. Смотри, тот подход, который ты озвучил, он тоже правильный, он тоже существует. Есть просто два подхода к оформлению хайлайтс. Первый подход, когда рисуются или иконки, или это могут быть не иконки, это могут быть какие-то иллюстрации авторские, или какие-то авторские коллажи, вот. Ну, то есть, любая графическая работа, и это действительно напоминает разделы сайта. Либо это может быть формат каталога, и тогда на обложках могут быть настоящие фотографии. Но у Татьяны, к сожалению, ну, очень небольшое количество работ, то есть, как я уже озвучила, их там было две или три, вот, поэтому нам показалось, ну, немножко неуместно использовать именно их фотографии на обложках, потому что у нее тогда и в Инстаграме, и на хайлайтс будут вот эти несчастные два-три проекта, ну, и в данном случае это бы играло против нее. То есть, если бы у нее этих проектов было хотя бы там шесть-семь, тогда можно было бы выбирать и сделать такие более яркие, цепляющие хайлайтс. Вот, поэтому, если у вас есть классные работы, то, да, это хорошее решение. Ну, вот, формат, ну, как бы именно в формате этого проекта решили остановиться на иконках, опять же, это добавляет немного какой-то, вот, как ты правильно подметил, сухости, серьезности, может быть, там, немного какой-то строгости, да, опять же, для Татьяны, которая была важна выглядеть там старше, опытнее и серьезнее, как бы это подошло. Отлично. Но если в каждом случае будет индивидуально рассматриваться. Ну, скажем так, не то, что индивидуально, как раз рекомендация, то, что мы вот поняли, да, условно, если у тебя мало работ, если ты молодой дизайнер либо молодая выпускница, то, соответственно, стратегия примерно такая. Если у тебя, наоборот, много работ и там чрезмерно всего, то, скорее всего, стратегия будет ограничиться какими-то там разделами, да, и под эти разделы уже сделать, ну, какие-то уже более, ну, как, каталожные, да, как ты говоришь. То есть, как бы это зависит от статуса, какой на данный момент у тебя, и это решает, что самое главное, эксперт тебе. То есть, видишь, я-то интуитивно там спрашиваю, вопрос задаю, и у меня нету как бы понимания, почему так. А ты говоришь, оно было так-то и так-то. Ну, вот, собственно, для чего эксперты нанимать, потому что эксперт понимает, каким образом можно с тем, что есть, сделать максимум, не прибегая к сильным дополнительным каким-то затратам, там, на фотки, на еще что-то. Никто же не говорит, что когда у тебя будет там 10 лет опыта, тогда Инстаграм заводи. Работаем с чем есть. Но, кстати, многие именно так и думают. То есть, почему настолько, наверное, последний год стало больше заявок на упаковку личных брендов, потому что увеличилось количество курсов, как мне кажется, на тему личного бренда, и все уже на каждом углу говорят, так, надо сначала себя упаковать, а потом продвигать, вот, потому что, ну, типа, камон, если ты себе не рассказываешь, как о тебе узнают клиенты, и, как бы, есть в этом доля истина, собственно. Ну, я хочу еще тут дополнение сказать, очень важное, что когда ты, ну, должен себя упаковать, это, на самом деле, большая работа над собой. То есть, даже когда ты ставишь задачу, в том числе, там, подрядчикам, когда ты решаешь, что да, меня надо упаковать, в том числе и большой плюс этих курсов в том, что они заставляют людей думать над собой, понимать более глубже себя, свою услугу, ценность свою. И за счет того, что, чтобы продавать себя, надо себя понять, они понимают себя, а человек, который себя понимает, он доносит большую ценность для клиента. Поэтому это замечательная история. Сто процентов. То есть формат, когда ты не знаешь, кто ты, чем ты занимаешься, чем ты отличаешься от конкурентов и каких ты хочешь клиентов, и ты приходишь в агентство и говоришь, упакуйте меня так, чтобы сейчас все деньги мира на меня посыпались, он не работает. У меня лично было очень много таких кейсов, начиная от того, что звонила девочка из Америки, которая, ну, она русскоговорящая, она живет в Америке, и она где-то что-то услышала про личный бренд, и она решила, что ей не нужно работать, она может зарабатывать блогерством. И она прям позвонила с четким запросом, сделайте из меня блогера, я хочу зарабатывать на рекламы, я хочу, чтобы меня приглашали на первые ивенты, я ей говорю, да, класса, а о чем будет твой блог? Она такая, типа, хм, а зачем мне вас нанимать, если вы мне спрашиваете, о чем будет мой блог? Типа, да вы не профессионалы. Вот. Ну, на самом деле это так не работает, да, ты не можешь кому-то отвалить денег, неважно сколько, и чтобы человек за тебя решил, о чем тебе вести блог. То есть даже если так будет, у вас, может быть, там хватит энтузиазма там на пару месяцев, а потом вздуется либо автор, который для вас пишет, либо вы сами себя будете чувствовать в этом неорганично, да, то есть если за вас придумают личность, которая с вами не коррелирует, и заставит там как-то кривляться или одеваться, или употреблять какую-то определенную лексику. Вот. Так что сначала вы работаете с собой, находите, о чем вы, вашу уникальность, и вы понимаете, каких вы хотите клиентов с какими человеками, и после этого идет упаковка. То есть наоборот не получится. Отлично, супер, спасибо. Спасибо. Так, теперь давайте посмотрим на фейсбук. Моя презентация по-прежнему живет своей жизнью, и я в следующий раз научусь с этим работать. Фейсбук. Значит, смотрим на Татьяну. Здесь видим фотографии с той же фотосессией, но уже немножечко другие. Что мы сделали? Мы сделали аватарку, видите, она отличается от инстаграма. То есть здесь уже вот как Станислав подмечал крупное лицо. Обложка или кавер. Здесь тоже видно Татьяну крупно. Видно, чем она занимается, что она создает интерьеры по всему миру, ее логотип и также какие-то ее там УТП, да, которые она хочет подвигать. Это, кстати, вот те же самые иконки, которые мы использовали для highlights. Вот. То есть когда вы работаете опять же со специалистами, они в чем как бы преимущество, да, они вам один раз выбирают там цвета, шрифты, там те же самые иконки и дальше используют вообще на всех площадках, чтобы вас упаковать. Если вы сначала сделали с одним человеком Фейсбук, со вторым Инстаграм, а потом через год вы решили, что вам нужен сайт и вы идете к нему, это у вас получится, ну, минимум в 3-4 раз дороже, потому что каждый раз вам будет новый специалист эту работу собирать с нуля. Вот. А если вы идете и как бы скопом все покупаете, вы как бы один раз платите там и за цвета, и за шрифты, и за иконки, и за оформление и так далее. Поэтому вы получаете такой пак разнообразного контента, который при этом гармонично сочетается друг с другом и не переплачиваете. Вот. И опять же, мне кажется, это классный стимул, даже если вы там сейчас не ведете соцсети, но вы знаете, о чем вы хотите вести, как только вы получаете классную упаковку, но у вас уже просто нет оправданий, чтобы не вести эти соцсети, потому что у вас все готово, у вас есть аватары, у вас есть каверы. Опять же, как я говорила, да, можно прям выстроить вам ленту в Инстаграме из вашего фотоконтента, вам останется просто текст писать. Ну, то есть уже что может быть проще? Это все может идти по какой-то достаточно невысокой цене, если мы говорим о какой-то простой работе, да, вот как для Татьяны. Вот можно поближе посмотреть на кавер. Так, вот. То есть, чтобы было видно, да, вот авторский надзор, мини-проект, скидки от поставщиков, то есть вот так выглядит вся эта история с Фейсбуком. История с Ютубом выглядит немножечко по-другому. Здесь такой же аватар, как и в Фейсбуке, но кавер отличается. Татьяна рассказала нам, что она хочет говорить о каком-то новом дизайне, о новом подходе к дизайну. Поэтому мы вынесли эту главную мысль на кавер. Плюс обратите внимание, что здесь все отцентровано. Это важно, потому что на мобильной версии вот эти вот боковушки, их не видно, они обрезаются. Поэтому нельзя там все смыслы растягивать на всю длину кавера, так сказать. И опять же, используются цвета, которые коррелируют с палитрой, которую мы выбрали в самом начале. И используются вот эти повторяющиеся кружочки, которые вы видели также на каверах, на кавере в Фейсбуке. Вот можно посмотреть поближе, как это выглядит. И следующий этап работы, это уже непосредственно сайт. То есть мы разработали на базе платформы Тильда. Такой очень лаконичный, симпатичный сайт, где рассказано о том, кто такая Татьяна, показаны примеры ее работы, рассказано о ее преимуществах. Все, опять же, в той цветовой гамме, которую мы обсудили в самом начале, с какими-то элементами, которые мы также обсудили. С фотографиями Татьяны, с фотографиями тех работ, которые уже были готовы. Вот, возможность оставить заявку. Так что Татьяна вышла от нас максимально упакованная. Вот, потом, опять же, да, в зависимости от этого, на каких площадках будет этот ролик, было бы интересно услышать мнение аудитории на тему вот этого «до-после». То есть насколько стало лучше, да? Опять же, не было ничего, кроме вот селфи в Инстаграме. Сколько времени вот занимает такая трансформация? Ну, смотри, если мы говорим о шаблонном решении, то есть работа с Татьяной, это было такое шаблонное решение по нашей авторской методике, а у нас ты заняла два дня. Два дня, так быстро получается, да? То есть если у тебя готовы там какие-то базы, то есть быстро понимаешь, что нужно, тексты, и у вас готов уже сайт, шаблон и все остальное? Да, да, все верно. Очень здорово. То есть день – это брифинг, и второй день дизайнеры просто у нас дизайны делали, то есть не один дизайнер там все делает, да, есть несколько дизайнеров, им руководит арт-директор, один дизайнер сделал упаковку для соцсетей, второй дизайнер сделал сайт, как бы они заприлелились, сделали это действительно все за день, но выглядит все одинаково, потому что заранее договорились о фирменных цветах и элементах. Я просто знаю, что люди делают там годами себе сайты, и вот они двигают туда иконочки, и в итоге у них все не получается, все получается плохо, и они не могут запустить, и вот ты что дизайнера не спросишь, он скажет, сайт у меня вот еще дорабатывается, вот, поэтому пока ничего нет, давайте на телефоне покажу работы, а тут два дня и готово, но это круто на самом деле. Да, это действительно проблема у всех, люди зачем-то заказывают сайты, окей, люди, у которых ограничен бюджет или этот бюджет минимален, заказывают сайты на WordPress, на каком-то уникальном коде, с какими-то уникальными разработками, мне всегда от этого смешно, потому что, ну, зачем, любая работа с кодом, с какими-то уникальными штуками, это всегда огромная возможность риска и постоянная привязка к отделу этих поддержки, которому нужно платить на ежемесячной основе. Сайт на тильде, максимум, что с ним можно сделать, это адаптировать под мобильную версию, но все наши шаблоны уже адаптированы и под мобильную версию, и под планшеты, там в жизни никогда ничего не собьется, не знаю, не испортится, фотографии не исчезнут, в портфолио не поедет, не знаю, свертка, ничего не произойдет, вот он будет работать, пока вы будете платить за пользование тильдой. И это тоже какие-то очень смешные деньги, если я не ошибаюсь, там типа 600 рублей в месяц, по-моему, даже меньше, если платишь за год. Ну, то есть это что-то максимально доступное и очень стабильное. По цене я в целой палке, в общем, как мы с тобой обсудили. Да, 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 как-то так. Слушай, Валерия, давай еще раз, да, как процесс идет. Насколько я понял, ты говоришь, два дня, один день вы полностью берете интервью, уточняете, что из собой, из себя представляет клиент, да, по вопросам, которые нужно задать. Человек отвечает, дальше вы предлагаете ему, как бы, как его видите, вы утверждаете, что примерно так, получаете там фотки проектов в фотографии, и второй день уже происходит работа вашей команды, и в результате человек получает готовый алгоритм, если он хочет там что-то уже, вернее, не алгоритм, готовые уже единицы упаковки и готовый сайт, с помощью которого он может уже начать работать, либо там, если нужно, сам он потом, будут какие-то дополнительные работы, он сможет сам вносить изменения, там уже не трогая ни вас, ни какими-то техническими специалистами, ни другими, а самостоятельно заходить там спокойненько что-то менять. Ну, смотри, все так и немного не так. Человек сначала заполняет бриф, и потом только мы его получаем, да, и понимаем, какие вводные есть у человека. То есть в брифе мы уже прописываем там все-все-все вопросы, включая там, добавьте свои фотографии, текст для сайта. Вот этот вот первый день нужен для того, чтобы наша команда отсмотрела эти ответы, потому что они не всегда бывают там полными, и там не всегда человек пишет то, что нужно. И он как раз нужен на то, чтобы связаться с человеком, да, и добыть у него какую-то недостающую информацию. А дальше мы, ну, вот в формате такой же планной работы, то есть мы там не согласовываем наши решения, мы сразу на основе этого брифа предоставляем готовые результаты там, ну, на следующий день, вот, ну, там или через день, получается. То есть почему это очень удобно, почему выбрали такой подход? Потому что люди, ну, зачастую, давайте будем откровенно, они не особо разбираются там в упаковке, в соцсетях, в том, как они должны там выглядеть в соцсетях или на сайте, как там лучше написать, какой лучше использовать цвет. И когда даешь человеку выбор, типа, посмотрите, вот, выходить, не знаю, синюю палитру или красную, люди вот часто немножко заигрываются вот в эту вот вкусовщину, да, и начинают вот, ой, вы знаете, а с оранжевым у меня связаны тяжелые воспоминания из детства, не знаю, а на зеленом коврике умерла моя собака, поэтому зеленой точно нет. Это я не шучу, у нас действительно, как бы, когда мы работаем с клиентами, были такие кейсы. Вот, и это просто невозможно, эта работа не закончится никогда. Вот все эти люди, у которых фотосессия в разработке, сайт в разработке, вот они занимаются такой фигнёй, они представляют слова, они, не знаю, меняют размер иконок вместо того, чтобы вот реально за сутки упаковаться и начать там через два дня получать клиентов, запустить рекламу. Поэтому мы вот в формате такой базовой упаковки не даём свободу выбора. У нас команда экспертов, которая работает не первый год, у нас эксперты из России, из Украины и из Израиля, то есть они знают, чем они занимаются. Мы работаем с довольно-таки крупными брендами, вот. Поэтому, ну, в этой ситуации нам откровенно виднее, как должен человек выглядеть так, чтобы у него купили. Потому что вот задача вот этого фирменного стиля не чтобы человеку было красиво, да, это в любом случае будет красиво, стильно, а задача в том, чтобы пришли люди, чтобы им понравилось, чтобы они купили. И вот здесь очень часто они совпадают мнение самого человека и целевой аудитории. Вот. И только когда приходит, мы уламываем человека на наш вариант, приходят клиенты, говорят, о боже, как это всё потрясающе и покупают, тогда только они сдаются. Вот. Но так как базовая упаковка стоит недорого, у нас просто нет ресурса на то, чтобы человеку уламывать и там объяснять ему неделю, почему именно эти цвета ему подходят. Но у нас есть индивидуальные разработки, да, у нас есть индивидуальная упаковка, когда мы уже общаемся с человеком, стараемся найти какие-то компромиссы, предлагаем более сложные решения, больше выбора. Ну, это уже как бы работа намного более дорогая, я сейчас тоже о ней расскажу. Вот. Но здесь хотелось бы подытожить, да, и спросить Станислав. Вот скажи, понятно на этом этапе, да, как это работает и почему мы там не даём человеку свободу выбора. Ну, мне всё понятно, это вообще отлично, то есть ты даёшь как результат за понятные деньги, это некий продукт у тебя получается. Ты его оформляешь, человек, если хочет, покупает, а тут же какое дело, ты не покупаешь же на всю жизнь эту упаковку, но сделал ты себе её. Тут в чём дело? Самое-то главное, что многие не понимают. Пока возятся с этими пикселями, иконочками и цветами туда-сюда, клиенты уходят. А чтобы они не уходили, нужно давать рекламу, да, то есть нужно как-то продвигаться. А рекламу куда ты дашь? Никуда не дашь. Поэтому если ты будешь рекламу давать с плохой упаковкой, у тебя просто рекламные деньги уйдут на ветер. Ну, какой-то большая часть бюджета. Соответственно, даже если тебе не нравится, ну, какое моё мнение, да, или там кажется, что можно поменять цвет или ещё что-то, ничего страшного, ты не всю жизнь с этим будешь жить, поменяешь потом. Получи сейчас клиентов, сделай упаковку условно за два дня, запусти рекламу, накопишь денег, придёшь на индивидуальную позицию, где тебе будут, кроме работы дизайнера два дня, ещё с тобой психологически поработают там неделю, две, месяц, сколько нужно, сколько есть денег, столько и поработают. То есть это не приговор, что тебе сейчас сделали. Да, конечно. Это, во-первых, не приговор, во-вторых, вы же видите портфолио, то есть вы понимаете, вам не сделают какую-то фигню. И ещё один важный момент, мы отдаём всю нашу работу в PSD, это, ну, вдруг кто-то не знает, да, формат для работы в фотошопе, вот, так что даже если вы там пожили, не знаю, месяц с этими цветами, с этими обложками, там, с этим шрифтом, и вы поняли, что вот вообще это не ваше, вы всё резко хотите поменять, пожалуйста, берёте наши же шаблоны, меняйте в фотошопе цвета, меняйте шрифт и спите спокойно. Да, кстати, ещё тренды бывают, в этом году тренд там зелёный, в следующем году фиолетовый, потом синий. Ты заходишь, не Copy-Paste, а кнопочка Control-U, где там Hue, Saturation, и меняешь любой оттенок на любой цвет. Всё, у тебя через 5 минут новый фирменный стиль, вот так вот. Хорошо. То самое, то есть в чём ещё преимущество тильта, там реально очень легко поменять цвета, вы точно так же заходите на тильту и просто всё, что, не знаю, у нас было тёмно-зелёным, меняйте себе на красный, это по-прежнему хорошо выглядит, верстка не летит, фотографии не исчезают. Отлично. Это примерно, знаешь, как в дизайне интерьеров, надоели тебе цвета, подушек, поменял их, купил другие там в Zara или в H&M, надоели, да, примерно так же. Супер, отлично. Так, давай едем дальше, по поводу индивидуальной упаковки, просто чтобы было понятно, в чём разница. Мы немножечко глубже прорабатываем на этом этапе личность человека, да, то есть это не просто там один бриф, мы проводим там серию интервью с человеком, постоянно на связи дизайнер, то есть мы там действительно пытаемся углубиться в его бизнес, да, встать на сторону клиента и предложить такое решение, которое как бы всех устроит. И, наверное, ещё одно такое преимущество, мы как бы часто спорим с клиентом, ну, там, в том плане, да, если там клиенту, например, нужно одно решение, он хочет вообще радикально другое, мы как бы стараемся всё равно там донести нашу мысль, почему мы там предлагаем сделать так, а не так. То есть просто чтобы было понимание, да, это не просто там такая игра в управлении дизайнером, да, не то, что вам дают дизайнера и вы ему говорите так, рисуй вот это, тут краснее, тут как бы желтее, ну, как бы нет, это не так работает. Дизайнер предлагает решения, которые ему кажутся удачными, но просто добавляется процесс диалога и обсуждения. Вот, и вот в этот, здесь я перечислила объём работ, который мы как раз вот делаем со Станиславом, сюда также, естественно, может входить сайт. Давайте посмотрим, вот прямо на примере, да, чем отличается шаблонное решение от не шаблонного, вот, например, цвета. То есть тут цвета, сразу видите, какая подача. Все цвета уже упакованы там со всеми кодами, там, с какими-то штуками, которые можно использовать и там при печати, и вебе, и так далее. Вот конкретно в кейсе Станислава, это вот работа над его новым брендингом, здесь использованы такие природные цвета, но при этом они ярче, чем то, что мы можем видеть в природе иногда, да, то есть, например, вот этот вот такой голубо-лазурный, в принципе, мы можем встретить его на Мальдивах, но в целом этот цвет ассоциируется с любой водой, с любыми морями и океанами. Вот, то есть они, с одной стороны, ассоциируются вот с природой, с путешествиями, а с другой стороны, они помогают выделиться в интернете, потому что очень многие предприниматели, ну, такие довольно важные, да, знаменитые, вот, они используют, ну, какие-то, очень часто какие-то приглушенные или более лаконичные решения, мы это все отсмотрели и решили, что вот мы хотим выделяться, нам нужно что-то яркое. И еще один нюанс, который подметил наш дизайнер, вот Станислав, он когда записывает свои разговорные видео, это очень часто происходит в таких довольно темных интерьерах, поэтому если брать какие-то скриншоты вот этих интерьеров и добавлять на обложке видео или, там, добавлять в посты, то тогда все его соцсети будут этими дико темными, вот, и, ну, как бы, яркий в интернете всегда лучше, чем темный, да, и если выбирать, если есть, как бы, такая свобода выбора, то мы, конечно, за яркий. Плюс добавилась работа со шрифтами, опять же, выбрали фирменные шрифты, которые, с одной стороны, очень читаемые, с другой стороны, они не притягивают на себя внимание, чтобы, как бы, весь максимум внимания, весь фокус был именно на картинке и, там, на тематике видео или, там, поста или чего-то еще, в зависимости от того, где этот шрифт используется. Вот, кстати, пример работы с Highlights, когда на Highlights коллажи. То есть, вот здесь, как бы, это иконки, сделанные коллажным способом на основе фирменных элементов. То есть, это еще не утвержденный вариант, но это, как бы, как один из тех вариантов, который может быть. Это ярко, это броско, это довольно-таки необычно, потому что это такие, как 3D-макеты, вот, в сочетании с яркими цветами, то есть, это, как минимум, притягивает на себя внимание. Ну, здесь, опять же, фотография аватарка на фоне, таком сером приглашенном, то есть, который также коррелирует с палитрой и с цветами вот некоторых фирменных элементов. В YouTube, вот, здесь уже видны кусочки новых обложек и кавер, тоже кавер, вот, видите, как он обрезается, просто, чтобы было понятно. То есть, на мобильных версиях, а в YouTube в основном люди заходят с мобильного, вот так вот обрежется эта обложка. Здесь, опять же, вынесены, вот, основные смыслы, что Станислав, его книга, что там про его курс, что он поможет стать дизайнером, создать свою студию, про движение вверх, про системность, про архитектурные проекты. Вот. Это вот, ну, варианты, да, варианты обложек, которые сделаны тоже из фирменных цветов, из фирменных элементов, такие довольно яркие, необычные, как бы каждый день такие не встретишь. И вот здесь видно, как они, ну, как бы между собой сочетаются, да, то есть тут есть часть каких-то интервью, как раз более темных приглашенных, их перебивают яркие обложки, то есть, как бы все разработано так, чтобы гармонировало и коррелировало между собой. Вот. И в результате работы человек получает брендбук, то есть, это такая PDF, где обозначены как бы все-все-все правила использования его фирменного стиля. То есть, если там говорить про Станислава, про какую-то индивидуальную работу, там прям много разделов, много примеров, там много всяких страничек интересных. Ну, это так, частично показывает, да, естественно, не буду показывать все. Вот. Если мы говорим про какой-то более простой вариант брендбука, там будут цвета, там будут там все обложки, хайлайты, это все будет в макапах, чтобы человек понимал, как-то нужно загрузить и выложить. Вот. Ну, наверное, все. Здесь сделаю паузу и спрошу Станислава, какие есть вопросы. Ну, все супер, все классно, понятно. Давай какие-то выводы сделаем. Выводы, наверное, такого плана. У нас есть некая система, я ее озвучивал, система по упаковке и по продвижению дизайнера, потому что многие дизайнеры задают вопрос, ну, в принципе, не только дизайнеры, а любые люди творческой профессии, а каким образом мне найти клиентов. И я всегда говорю, что ответ достаточно одновременно и простой, да, и сложный, да. Сложный в том, что нужно делать некую последовательность, а простой, потому что нужно начать, собственно, на себя, да, понять, что ты представляешь, правильно это дело все упаковать и потом уже только после этого делать рекламу. А многие думают, что либо у нас будет либо сарафанную радио, либо сейчас я настрою каким-то образом волшебную рекламу в социальных сетях, либо в Директе, в Ютубе, в Гугле и у нас вдруг все взлетит. Так вот, это взлетает только если в комплексе работает. Комплекс, я не знаю, ты смотрел, не смотрел предыдущее видео, но мы уже говорили об этом, то есть у нас там несколько характеристик основных, да. То есть первое, это понимание, там, кто ты, чем ты занимаешься, какова твоя концепция. У тебя маленькая студия, ты персональный какой-то автор, либо у тебя большая студия, то есть ты позиционируешься как компания. Это как бы понимание, кто ты, как ты себя хочешь видеть в этом мире. Второе, это что у тебя за продукт, потому что от продукта тоже очень сильно зависит. И упаковка может быть и, наверное, и должна быть связана в том числе и тебя, и продукты, именно поэтому мы видим, что у меня там книга, допустим, есть в том числе в личном бренде, что у меня там есть и обучение, это одна из моих особенностей, что я делаю и обучение, и конференцию мы делаем, где-то там выступление, микрофон и все остальное, и также и дизайн, где мы там планировки разбираем, да, и показываем уже услуги. То есть продукты очень сильно влияют, в том числе, что вы предоставляете, что мы предоставляем клиенту. Дальше третье, это получаются сами клиенты, то есть кто у нас премиум сегмент, эконом, бизнес. Все это диктует некие особенности, которые работают на то, как мы хотим, какие клиенты, чтобы нас видели. И дальше уже после этого мы делаем рекламу, настройку и все остальное. И одно из вот главных, наверное, составляющих, как это все замиксовать в какую-то метафору, в какой-то образ именно в графику. И именно потому, что нельзя просто так графику, логотип, фирменный стиль делать отстраненно от всех вот этих показателей. Это, наверное, вот как мне показалось, да, из твоей презентации, что это, наверное, главная такая мысль. И наоборот, что как только ты делаешь все четко правильно у тебя из девочки на лужайке, ты становишься в глазах клиента серьезным дизайном. Хотя у тебя внутри, в принципе, как было, ты экспертом, ну, или каким был, таким и остался. Расскажи, пожалуйста, как тебе кажется, то есть это вот я сейчас продиктовал свое видение, и поэтому я и сам заказываю фирменный стиль и плачу за это, ну, в принципе, немалые деньги. И всем рекомендую этим заниматься, потому что это хорошая упаковка приносит просто деньги. Если мы вот даже будем финансово это считать, то это будет работать. Расскажи, пожалуйста, как бы твое видение, давай тоже, наверное, в заключении, да, как ты видишь, почему, как, насколько нужно внедрять, как это работает, как ты вот из практики, ты же много с кем работаешь, да, там, условно, насколько это отражается, там, в доходах, в понимании себя, в развитии человека вообще. Давай я приведу вот просто примеры жизни своей. Я не могу сказать, что у меня там есть какая-то супер дизайнерская упаковка моих соцсетей, но из-за того, что я работаю с визуалом, ну, я там сама как-то интуитивно, да, там, поставила там себе определенную фотографию на каверы, там, определенные кадры, там, на аватары, пишу определенный контент тоже с определенным визуальным сопровождением, и у нас, естественно, есть сайт-агентство в нашем фирменном стиле, где также фигурирует мое имя. Наверное, там, минимум раз в месяц приходит запрос от журналистов, которых я вообще в глаза свои не видела, которые меня не знают, но которые не знают мое агентство, которые нашли меня просто через, там, Google или Яндекс.Поиск, потому что они интересовались определенной тематикой, а у меня, как бы, все мои суициды, там, все, что связано с нашим агентством, упаковано таким образом, что человек зашел, увидел, сразу понял, там, кто и о чем я, сразу понял, о чем наше агентство, и сразу пишет за экспертными комментариями. То есть, мне кажется, это, как бы, очень классный кейс, да, то есть, и очень, как бы, хорошая мотивация. То есть, помимо, там, тех же клиентов, которые нас находят, там, просто через сайт и через сайт, помимо каких-то дополнительных плюшек, там, в духе, к нам приходят клиенты, которые говорят, о, боже, у вас такой офигенный сайт, у вас такая классная упаковка, значит, вы, наверное, мне тоже сделаете классно. Еще добавляется вот эта вот плюшка с экспертностью, у меня там появляются какие-то интервью, статьи, и это все, естественно, опять же, как замкнутый круг, да, новые люди читают мои статьи или, там, смотрят мои интервью, вот, и, как бы, заказываются у нас услуги. Один из таких, наверное, крупных кейсов, это в прошлом году на меня вышла влайн-школу Натология абсолютно самостоятельно, они как-то нагуглили и предложили мне стать экспертом как раз по визуальному контенту, записать с ними курс в Москве, как бы, крутили мне полностью всю командировку в Москву, вот, и мы вот до сих пор работаем, я помогаю ребятам, которые посмотрели мои лекции, вот, консультирую их и провожу для них вебинары, то есть, вот, просто, да, вот, методист меня нагуглил, там, понял, там, еще, там, не пообщавшись со мной, о чем я посмотрел, там, наш сайт и сказал, типа, все, Валерия, вы супер, вы то, что нам надо, мы искали такого человека, как вы, давайте, вот, к нам, пожалуйста, умоляю, ну, как бы, приедьте к нам в Москву из вашего Тель-Авива, и для меня это, конечно, был большой прорыв. Вот, у себя в Израиле обычно меня не приглашают в Москву, потому что все такие, типа, блин, билеты, дорого, отель оплачивать, то, все, а тут прям ребят загорелись, позвали, было безумно приятно, и это, как бы, ну, все благодаря соцсетям, благодаря сайту, я ни с кем из них предварительно не общалась, не говорила, то есть просто это все, как бы, говорит за меня, вот, и, опять же, да, я этим не занимаюсь так плотненько, ежедневно, как, наверное, нужно было бы, да, а если вы начнете вот просто с базовой упаковки и на регулярной основе будете использовать ее и делать качественный контент, там, рассказывать о вас, как бы, в определенном ключе в этих соцсетях, да, которые вам, для которых вам разработают оформление, ну, будет очень легко находить клиентов, потому что, типа, блин, 90% ваших конкурентов, наверное, не сделают даже этих мелочей, будут просто сидеть и ждать, пока к ним кто-то придет. Валерия, спасибо тебе большое, где можно знакомиться, там, сайт или все остальное, наверное, будет, наверное, под этим видео, кому к тебе стоит обращаться, скажи, как тебя найти, немножко такой вот информации под конец, и, наверное, мы, в общем, ждем, расскажи. Да, конечно, ну, обратиться к нам можно просто по почте info.inshoagency.com, наш сайт inshoagency.com, как ни странно, вот, то есть вы пишите, мы вам расскажем про все варианты, которые могут быть, можете посмотреть наши работы на сайте, сайт у нас довольно новый, там мы вывесили, там, тех клиентов, те работы, с которыми мы сотрудничали, наверное, последние 8-9 месяцев, то есть как бы по запросу, да, мы можем дать намного больше кейсов, вот, больше работ. Спасибо большое, да, за интересный рассказ, было здорово, классно. Спасибо. Мы сейчас вместе решили попробовать вот такую вот базовую экспресс-услугу. У нас как бы идея такая, что для дизайнеров разработать именно опросник, ну, так как мы в том числе обучаем на курсе по дизайну, как сделать так, чтобы правильную упаковку, упаковка смыслов была, чтобы снять работу с графических дизайнеров, да, и перенести ее на нас, потому что кроме нас никто лучше не знает, чем мы отличаемся. Соответственно, заполнив вот такой бриф, можно сделать, представляете, сайт за два дня. И экспертам это классно, и вам это классно. То есть такая вот как бы идея, чтобы не мучиться по году, или там кто-то несколько лет делает сайт, а уже через неделю, да, начать зарабатывать деньги. Вот такая вот у нас была основная идея. Спасибо большое, Валерий, что поддержала там эту идею, и спасибо большое за то, что ты рассказала, показала сегодня. Мне кажется, очень интересно. Кто смотрит это видео, попрошу тоже комментариев, там, насколько было понятно, непонятно, насколько вы считаете, нужен ли вам личный бренд, не нужен, графическое оформление его. Если остались какие-то вопросы, то можно их тоже будет задавать, и я думаю, что мы на них также ответим. Спасибо. Все круто. Спасибо, Станислав. Что ты пожелаешь, Валерий? Давай в конце, может быть, нашего диалога пожелай немножечко дизайнеров. Вот ты, наверное, просто общалась, ты мне сказала перед интервью, что ты пообщалась, наверное, с 20 дизайнерами, там, и как-то пообщались, да? Вот что бы ты посоветовала, ну, например, может быть, либо начинающим, либо, может быть, опытным? То есть какие ты видишь пути развития для дизайнеров? Я, наверное, в первую очередь пожелаю смелости, потому что большинство тех ребят, с которыми мы пообщались, они как-то очень неуверены в себе, я бы сказала, да? То есть они могут там часами говорить там про свои работы, там, с точки зрения, вот, посмотрите, какие цвета, какая планировка, какие материалы. А тут мы еще выбили там скидку там у поставщика, но они как-то очень стесняются рассказывать о своей роли в этом проекте, да? То есть это вот все идет вот мы, мы сделали, даже если человек работал сам без какой-либо команды, вот. Я не знаю, возможно, это какая-то такая славянская немного черта, и вот нам кажется, что нужно делать упор только на наши работы, но на самом деле очень важно и о себе что-то рассказывать, да, и о том, как конкретно там ваш подход или ваша методика помогает создавать такие классные проекты, потому что вот, опять же, кажется, что можно просто классные фотки вывесить в интернет, да, но классных фоток очень много, еще и классные видео, вот. А вот рассказать подробнее, как конкретно там ваши какие-то инновационные наработки помогли сделать вот такой-то интересный ремонт, может быть, там, вложившись в бюджет или там даже получив скидку, то есть вот за это, на мой взгляд, люди будут готовы платить, и будут готовы платить намного дороже, чем там просто человеку, который там вывесил свои работы и ничего не рассказал о себе. Поэтому смелости, уверенности в себе и, пожалуйста, упаковывайтесь, там, неважно, там, сами, с кем-то, с нами, и рассказывайте, рассказывайте о себе, привлекайте клиентов и растите. Спасибо большое, Валерия, тебе и всему агентству процветания, ждем нашего фирменного стиля тоже. Спасибо всем, кто смотрел, все, до новых встреч, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok